здравствуйте томск и томская область начну с хорошей новости мы когда-то в нашем фильме говорили о недостроенном здании учебном здании тгу который находится на проспекте ленина и вот уже несколько лет стоит не достроен начинал его строить когда-то компания алексей вавилова тоже герои наших прежних выпусков наконец-то его достроит эдуард голожинский это ректор тгу съездил в москву говорят там получил финансирование и уже объявлен конкурс и скоро скоро мы очень надеемся начнется строительство и корпус будет достроен знаете есть в томске такая группа неприкасаемых и можно чуть больше может даже не чуть а просто больше чем всем остальным закон для них работает чуть по-другому он даже можно сказать на них работает закон не у следствия не у прокуратуры не у фсб к ним вопросов никаких нету что делать то с такими людьми что с такой ситуации делать да конечно об этом нужно рассказывать как говорится капля камень точит и рано или поздно справедливость восторжествует президент выступая на съезде промышленников заявил что возврат предприятий в государственную собственность будет происходить если действие или бездействие собственников наносит ущерб безопасности и национальным интересам россии заявление емкое и под него может попасть много что наносится ли ущерб безопасности интересам россии когда помощник министра обороны тимур иванов купает дорогую недвижимость особняки в центре москвы люксовые машины держит дома сумки с наличными деньгами конечно да наносится ли ущерб интересам и безопасности россии когда стратегические предприятия обанкрочены и проданы под торговые центры конечно да во время войны в томскую область было эвакуировано 39 оборонных предприятий уникальная операция в память об этом событии в томске поставили стеллу город трудовой доблести так написано на памятных монетах выпущенных ко дню победы город трудовой доблести где сейчас эти 39 предприятий сколько из них работает до сих пор сколько не обанкрочено и не распродано ответ вас расстроит сейчас совсем другая ценится доблесть не трудовая а доблесть ушлых и беспринципных главное для которых не безопасность и интересы россии а свой карман к сожалению некоторые из те кто должен бороться с такой доблестью его поощряют полицейские прокуроры чиновники задерживаются по коррупционным статьям еженедельно они используют закон своих интересах в их руках для кого-то он грозный беспощадный палач а для кого-то добрая и заботливая мама показательный пример дело врачей томской клиники санты евгения семёнова и софья мазеина по сомнительным основаниям имея малолетних детей и хронические заболевания более полугода находится в сизо есть в томской области своя команда неприкасаемых во всяком случае пока неприкасаемых до сих пор им все сходило с рук в ноябре двадцать третьего года в томске на предприятии новохим погибли двое рабочих трагедия завели уголовное дело и все виновных нет информации по делу нет его как будто бы засекретили из открытых источников мы узнаем что новохим предприятие с выручкой 190 миллионов принадлежит андрею князеву может быть в этом секрет этого дела у князева есть брат известный в области человека алексей князев бывший зам губернатора еще он известен тем что захищение 10 миллионов рублей получил срок пять лет условно условно за 10 миллионов вот повезло два человека погибают никто не виноват 10 миллионов похищают пять лет условно но дело не везение а в нужных знакомствах еще алексею князеву принадлежит компания инжиниринговый химико-технологический центр выручка 720 миллионов большая часть это государственные контракты чуть более одного запятая и семи миллиардов 15 процентов этого предприятия принадлежит томском государственном университету т.г.у. государственные учреждения с большим государственным бюджетом ректор т.г.у. эдуард голожинский давний друг и коллега героя наших сюжетов алексея вавилова вместе они состоят в попечительском совете университета правда это не помогло компании вавилова вовремя достроить здание учебно-лабораторного корпуса на проспекте ленина про окружную левобережную дорогу о которой мы рассказывали недавно уже и совсем забыли а там похоронено 2 миллиарда а вот бывший мэр томска иван кляйн за нарушение якобы имеющихся нормативов при ремонте дороги на 2 миллиметра отсидел несколько лет иллюзорные 2 миллиметра тюрьма реальные 2 миллиарда прокуратура вопросов не имеет хотя настоящей причиной проблем мэра многие считают конфликт все с тем же алексеем вавиловым и его бизнес-партнером ренатом аминовым на подходе строительство студенческого кампуса бюджет несколько десятков миллиардов часть денег федеральные проект на контроле у президента украсть будет непросто арест зама министра тимур иванова отвечающего за строительство в министерстве обороны это ясный сигнал если что связи не помогут вернемся к алексею князеву и химико-технологическому центру вот некоторые показательные особенности его деятельности это центр арендует здание томск московский тракт 57 все бы ничего но на время заключения договора аренды 27 сентября 2023 года ввелся судебный спор на право собственности этого здания между максимом левашовым и андреем кривошейным проще говоря собственник здания на момент заключения договора был еще не определен все пришел суд что или кто вселил предпринимателя князева такую уверенность в исходе процесса он заключил договор аренды с максимом левашовым именно он в будущем выиграет суд или опять повезло предприятием имеющим государственные заказы на более чем полтора миллиарда так рисковать никто бы не стал да и максим левашов вроде как бы был уверен в исходе судебного процесса так уверен что легко подписал этот договор кстати у максима левашова есть брат дмитрий левашов в 2014 году он получил обвинительный приговор за мошеннические действия с недвижимость и тут тоже недвижимость просто совпадение и самого максима левашова суд признал виновным в мошенничестве на 20 миллионов рублей об этом можно прочитать в маленькой статье и только из комментария можно понять что речь идет о максиме левашове далее суд второй инстанции отменил приговор и формально левашов стал честным человеком правда пострадавшие говорят очень расстроились и возможно это они послали киллера который хотел убить честного человека но максим левашов оказался большим профессионалом чем посланный киллер и сам его убил и еще одна история собрался как-то один предприниматель построить в центре томска в переулке 1905 года рядом с гумом торговый центр создать так сказать конкуренцию для торгового центра изумрудный город принадлежащий алексею вавилову но много предприниматель не построил лично александр ткаченко на сегодняшний момент уже бывший заместитель прокурора томской области вместе с арестованным недавно сотрудника местного фсб камаловым по стечению обстоятельств являющимся братом ренату аминову а это близкий бизнес-партнер алексея вавилова плюс еще следственный комитет быстро нашли у нового горе конкурента кучу нарушений и стройку торгового центра пришлось свернуть а изумрудный город по-прежнему радует жителей и гостей томска как говорится ничего личного просто бизнес вы наверное уже запутались кто с кем и как связан в этой команде неприкасаемых во главе алексей вавилов поглотитель государственных контрактов и хороший друг ректора тгу эдуарда голожинского правая рука вавилова ренат аминов он же брат недавно арестованного фсбшника камалова братья левашовы любители недвижимости особенно чужой и это только небольшая часть томского спрута не считая некоторых силовиков а куда без них без людей в погонах и при власти серьезных денег не заработаешь вот такое сотрудничество хотя кто-то может назвать это коррупции томске считают секретом неприкасаемости алексея вавилова и рената аминова это дружба их близкого приятеля ректора тгу эдуарда голожинского с руководителем следственного комитета по томской области андреем викторовичем щукиным может быть поэтому недавно андрей викторович не был утвержден на генерал лейтенантскую должность знает ли об этих неприкасаемых главный человек в области губернатор владимир мазов но догадывается точно но сделать пока ничего не может или не хочет я слышу что побывать томска побывать сказки и и подтверждаю это потому что город он буквально дышит стариной ему 420 лет в этом году город сохранил сибирскую культуру сохранил университетскую культуру это очень образовательный научный центр он шлет москву отчет не жалея сил и средств в этих отчетах как в области все хорошо и замечательно действительно как будто в сказке одни дороги чего стоят но сказки это вымысел а вымысел быстро заканчивается даже если ты замминистра обороны осторожней сейчас друзей надо выбирать арест тимура иванова показал что неприкасаемых нет и однажды так случится что сказка закончится ни деньги не друзья в погонах не помогут наоборот спасая себя они чистосердечно все расскажут вот такая ситуация в томске за 2 миллиарда бюджетных денег которые пропали мне известно которые зарыты буквально зарыты в дорогу к алексею вавилову и к ренату аминову никаких вопросов нет а ивана кляйна якобы за нарушение какого-то госта как какой-то технологии на два миллиметра отсидел человек реальный срок тут два миллиарда и ничего тут два миллиметра а ущерб у кляйна что-то около 6 миллионов скоро он поступит в бюджет а как бы хорошо вот если эти два миллиарда бы в бюджет бы обратно поступили а если ревизию произвести все что алексей вавилов приобретал и как приобретал иринат аминов я думаю там компенсации в бюджет увеличиваю бы в 10 раз я только скромно предполагаю как бы это помогло сейчас россии как бы помогло бы бюджету россии как бы этой свого помогло бы знать нас несколько листов информация скопилась о ренате аминов его алексей вавилове но и она вся требует проверки то что много фактуры за много лет все это нужно проверить что соответствует действительность что не соответствует действительности и мы об этом обязательно скоро расскажем если следственным органам интересная информация мы готовы с ними поделиться а к вам дорогие зрители я хочу обратиться если у вас есть какая-то информация потом в потомской области касается не только алексей вавилова и рената аминова но и других там героев в кавычках их много пишите пишите на нам на почту всю информацию мы проверим конофициальность мы конечно гарантируем и если эта информация действительно будет такой важный интересный мы о ней расскажем а пока что до свидания